Теперь, так как вы уже поняли, что тут появились рыбы, я говорю, что после рыб должен обязательно кто-то следующий появиться. Это первые земноводные. Но переходные формы начинаем мы упоминать. Между рыбами и земноводными, здесь же в Девоне, уже была первая переходная форма. Какая? У нас сейчас, пока что я насчитал, шесть переходных форм, вы должны знать. Почему это важно? Потому что в ЕГЭ был такой вопрос. «Объясните, каковы палеонтологические доказательства эволюции». Вы пишите, первое, переходные формы — это палеонтологическое доказательство эволюции. То, что их откопали где-то там глубоко и поняли, что они находились между какими-то другими разными животными, останками животных. И значит, животные сначала отдавали переходную форму, а потом уже каких-то следующих. Это реально палеонтологическое доказательство об эволюции. Второе, кстати, палеонтологическое сразу вам напомню, — это ископаемые остатки отпечатки, которых очень много находят постоянно, кроме переходных форм. И третье есть еще доказательство — это филогенетические ряды. Вот сейчас создали ряды, восстановили ряды китов, ряды лошадей филогенетические. Это последовательные ряды предков, от которых постепенно появлялась лошадь. Например. Ну вот переходных форм шесть у нас. Вот первое здесь мы упоминаем — это ихтиостега. То есть такая полурыба-полулягушка, можно так сказать. У нее был рыбий хвост, чешуя, но у нее были конечности уже. То есть между рыбами и земноводными. А вот это уже и здесь первые же появились сразу и земноводные. Это были стегоцефалы, мы их уже упоминали. Да, практически. Хорошо, что еще? Да, естественно, здесь еще одна переходная форма растительная появляется между водорослями и мхами. Подожди, не здесь, я же ее здесь упомянул уже. Это еще была псилурия, выходили на сушу псилофиты. Да, псилофиты и релиофиты — это тоже переходная форма между водорослями и мхами считается. Ну, то есть мхи такая, знаете, тупиковая ветвь. Вот здесь они тоже появились фактически в конце селура, в начале Девона. А это были водоросли. Ну, здесь вот между ними были псилофиты, которые вымерли уже. Но от форм близких псилофитам, вымершим псилофитам, появились папоротникообразные. Папоротники хвощей и плавны. И здесь, конечно, уже они были. Папоротникообразные первые, древние. Ну, а появился, конечно, расцвет папоротникообразных был Девон в карбоне. Да, здесь крылатые насекомые, наконец-то. Достаточно крупные появлялись. Что еще? По-моему, наверное, все. Папоротникообразные сказали. Земноводных здесь уже, так сказать, количество сильно увеличилось. Хотя в карбоне это эры земноводных. Вот древние залежи угля. Это как раз карбон каменного и бурого из папоротникообразных. Помните, был такой вопрос ЕГЭ? Объясните, как происходило образование каменного угля? Когда что было? Это, наверное, было год два назад. И какие организмы в этом участвовали? Первое. В образовании каменного угля участвовали древние папоротникообразные. В скобках можете написать папоротники, хвощи, плавны. Второе. Сначала был сформирован бурый уголь. И условиями его формирования были высокое давление, высокая температура и недостаток кислорода. Ну, высокое давление, когда там всё спрессовывалось, да, высокая температура, это понятно, что там, когда всё глубже-глубже погружалось, там температура повышалась. И третье, обязательно, недостаток кислорода. Потому что, если кислорода было бы много, то бы наоборот бы, всё это бы разлетелось куда-то, но ничего не сохранилось бы. А так как недостаток... Ну, вы знаете, если кислорода много, то у нас бактерии всё разлагают. А если нет кислорода, то всё сохраняется. Да, и вот эти все растения без кислорода, они разлагаются, они сохраняются, сохраняются. И вот получаем уголь, да, в итоге, как бы.